всем привет я сегодня вам хочу показать пляж для собак представляете в дубае и такое бывает и самое интересное знаете что как вы думаете где находится пляж для собак это не окраина города это острова пальма джумейра и здесь сделали пляж для собак сейчас я более подробно все покажу и расскажу пока мы идем к пляжу для собак сразу вам покажу вот эти вот инсталляции которые стоят и стоят в районе за поинта вот это к примеру она сделала по мотивам компьютерных игр вообще я хотела вам показать везде стоят вот такие надписи колка мы коллег что это такое если вы не хотите идти в магазин вы можете позвонить им и магазин заказать определенный товар по звонку либо можете это сделать в интернете магазин соберет для вас ваши покупки ваш товар и вот в таких точках и это те точки где можно данный товар будет забрать вообще на самом деле в дуба не так много мест где можно гулять с собаками можно гулять со своими питомцами плюс здесь очень строгие правила по поводу животных по поводу выгула собак например если вы гуляете собакой собака на кого-то начала лань то это просто недопустимо ну и конечно же вообще недопустимо вообще немыслимо если вдруг она там на кого-то накинулась огромный штраф просто то что собака начнет лаять сможете представить что будет если собака на кого-то накинется ну и очень мало мест где можно гулять собаками а вот здесь на палевом острове в районе за понты они разрешили прогуливаться с собаками ну конечно же на поводке сейчас даже в дубае еще кстати есть создали аквапарк для собак представляете постараюсь может быть покажу вам тоже и есть еще тоже парк для собак обычный парк его оборудовали для собак чтобы можно было туда приходить и гулять со своим любимцем тоже постараюсь показать вам кстати вот этот вот пляж который находится на пальмовом острове в районе the point и я вам не показывала не показывала по той причине что когда сюда приезжала был карантин еще такой жесткий карантин все пляжи не работали и соответственно сюда просто не могла даже дойти сейчас конечно пляжи открыты но на пляжах никого нету по той причине что очень жарко вот это место район the point является самым идеальным местом для того чтобы сделать фотографии напротив отеля атлантис здесь есть небольшой пляж он совсем маленький раньше здесь стояли шезлонги зонтики и сюда приходили люди тоже купаться загорать раньше как вы знаете люди фотографировались противоположной стороны атлантиса но это не совсем было удобно там дорога по которой едут машины поэтому фотографии с машинами на заднем фоне смотрятся сказать не очень хорошо а здесь и и атлантис полностью входит в кадр и фотографии получаются красивыми смотрите на водичку водичка сейчас чистенькая никто не купается здесь прозрачная я если честно я знаю что многие говорят о том что сейчас много медуз в море я хожу на море практически каждый день в море либо бассейн но в любом случае рядом есть море я минут ни разу не встречала поэтому к сожалению в моих видео вы медуз пока что не увидите а еще хотите вам сейчас покажу вот такую вещь бич деливери называется установили на пляж можно заказывать доставки есть на прокат можно брать различные водные велосипеды каяки и кататься в море тут есть душ тоже переодевалки вот кстати посмотрите обзор этого пляжа я еще не делала поэтому будем считать что это обзор пляжа на пальмовых островах идеальное место для того чтобы сделать фотографии небольшой пляж водные виды спорта раздевалки душ все есть теперь то что касается собак возвращаемся к собакам собаки могут гулять по этой территории по территории пляж можно с ними ходить здесь но собака не может зайти в воду то есть рядом по пляжу она пройтись может в воду собакам запрещено поэтому этот пляж этот пляж для людей но на нем можно также выгуливать собак поэтому если вас сюда привезут на экскурсия вас однозначно сюда привезут на экскурсию в это место для того чтобы вы сфотографировались на фоне отеля atlantis не думайте что вас привезли на пляж для собак на самом деле это пляж для людей но владельцам собак тоже разрешено прогуливать своих питомцев в этом месте и на этом пляже вот здесь вот на прогулочной зоне проходят различные мероприятия сейчас конечно днем летом мероприятия не проводится но буквально неделю назад здесь был фейерверк например сверху у нас расположен монорельс здесь же станция монорельса но единственное я так понимаю что сейчас монорельс не работает потому что в прошлый раз я приезжала я не видела ни одного поезда проходящего и сейчас тоже когда он работает он на курсирует буквально там каждые 5 максимум 10 минут сейчас нет возможно он работает но в определенное время если вы приедете на пальмовые острова все прийти в дубай и захотите посмотреть пальмовые острова сверху сделайте прогулку по монорельсу почему потому что это единственный способ из самых бюджетных способов увидеть острова сверху все остальные способы это полет на вертолете естественно его может позволить себе не каждый поэтому для прогулок выбирайте вот такой вот монорельс по монорельс по стоимости 25 дирхам в две стороны по моему стоит и в одну сторону 15 дирхам если я не ошибаюсь я могу до копейки не знать цену я прошу вас сделать на этом акцент потому что я называю цену приблизительно естественно цены могут меняться и теперь следующий момент раньше на пальмовых островах было очень мало ресторанов практически все рестораны которые здесь были это были рестораны расположены внутри отелей сами понимаете цена там была не всегда доступна они всем доступно поэтому сейчас очень много ресторанчиков сделаны вдоль прогулочной зоны the point здесь их много сейчас днем они не работают конечно потому что днем никто не будет приходить в ресторан особенно сидеть на улице если внутри еще можно посидеть то на улице сидеть явно никто не будет но вечером рестораны работают здесь есть как на улице так и внутри вот эти вот наклейки которые вы видите я вам говорила что здесь на территории пальмовых островов на за поинты был фейерверк и это обозначали социальную дистанцию где должны стоять люди во время просмотра фейерверка для этого наклеили такие наклеечки корона вот я сейчас иду вдоль ресторанчиков азиан дистрицк эль пасаджа касап я могу неправильно произносить название потому что я не интересуюсь как оно должно называться тем более не знаю на каком языке этот ресторан называется поэтому простите если вдруг назвала какое-то что-то не так кавантерс касап и бенхамида кстати даже в этих ресторанчиков некоторых из них проводится леди знает тоже чтобы вы знали это когда девушкам дают напитки определенные напитки количество определенное бесплатно для тех кто приезжает сюда на машине на автомобиле может быть вы берете автомобиль напрокат примеру здесь есть бесплатная парковка подземная наземная поэтому вбиваете в google карта просто название места за поинт и он вас приведет к парковке в том числе по поводу собак я вам покажу небольшой кусочек видео где вы увидите владельца собак и собак с которыми они приходят сюда погулять на самом деле вот этот вот пляж все пляжи которые находятся на пальме они так сказать но мне они не очень сильно нравится потому что когда идешь из то что насыпные острова здесь очень много ракушек и дно не совсем приятно кстати стали приходить владельцы собак как я как я и говорила это пляж для собак поэтому становится и все больше к вечеру было жарко поэтому думаю никто не выходил сейчас все уже начали все идти ну а у меня на сегодня все всем пока если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии всем пока пока у меня на сегодняшний день